В Ростове-на-Дону неизвестные напали на полицейских. Водитель автомобиля, который остановили, неожиданно достал пистолет и открыл огонь. В городе объявлен план перехват. Там сейчас работает наш корреспондент Роман Довиченко. Привет, Рома. Что произошло? Какие детали? Почему полицейские сразу упустили убегающих преступников? Здравствуй, Юра. Но информации на самом деле на данный момент не так уж и много. В городе произошла настоящая перестрелка в духе ганглерского Чикаго. Насколько мы знаем, примерно полтора часа назад сотрудники правоохранительных органов остановили подозрительный автомобиль, который, предположительно, проходил по ориентировке как разыскиваемый. Пытаясь проверить документы у водителя, полицейские подошли к водительской двери и представились. На что мужчина, находившийся в салоне автомобиля, достал пистолет и произвел несколько выстрелов. Предположительно, вместе с ним находились еще несколько человек, которым удалось скрыться. К счастью, стрелявшего задержали быстро и ЧП обошлось без пострадавших. Но, насколько мы знаем, сейчас в городе действует план «Перехват-1», то есть перекрыты все въезды и выезды города. Сейчас вы можете видеть тот самый автомобиль «Субару», в котором находился стрелявший. Он находится сейчас у меня за спиной. Также в городе усилены меры безопасности. На месте происшествия сейчас продолжают работать сотрудники Следственного комитета, сотрудники полиции. Усилены меры безопасности, как я уже сказал. Вот перекрыты несколько прилежащих улиц. Вот сейчас вы можете увидеть, мы находимся на улице Соборной. Это практически центр Ростова, недалеко от набережной. Вот за моей спиной находится автомобиль полицейских, который перекрывает дорогу. Перекрыт въезд к нескольким улицам, которые подводят к месту произошедшего ЧП. Так что пробраться сюда сейчас достаточно сложно для автомобилистов. Но о том, что стало причиной такого поступка предполагаемого ростовчанина, пока говорить сложно. Все мотивы придется выяснять следователям. Известно лишь, что использовал для стрельбы он травматический пистолет. И, скорее всего, сам мужчина находится в розыске. Пока это вся информация, которой мы располагаем. Юр, тебе слово. Довольно странно для человека, который находится в розыске, таким образом не привлекать к себе внимания полицейских. Ну что ж, следствие разберется. Спасибо, Рома. На прямой связи с Лайфом был наш корреспондент Роман Довиченко.